Добро пожаловать на Тверскую землю. Мы, конечно, сюда попали не с парадного входа, но, поверьте на слово, это край гостеприимный. Как нас сюда занесло? Мы узнали, что в этой Тверской глубинке есть деревни, в которых больше половины населения таджики. И отправились посмотреть, как там жизнь устроена. Ну, много их здесь. Много, да? Да, их здесь много. Каждый раз и новенький, и вот в том году таких вот, например, людей не видел, а в этом году еще больше. Как такое вообще получилось? Здесь что, образуется гетто? И если это происходит здесь, то, может быть, по всей России будут появляться такие деревни? Мы приехали сюда познакомиться и пообщаться с людьми. А когда вернулись в Москву, задали все эти вопросы ученому, специалисту по миграции. Что-таки, ну опять про таджики самая? Да. Нас как таджики и ремку дымают? Да. Не знаю, посмотрим, поднимают ли поднимают. А что вы думаете, поднимают? Нет, поднимают ли поднимают. Давайте разберемся, кто вообще такие таджики. Неловко произносить это, но взглянем правде в глаза. Большинство россиян вообще ничего об этих людях не знают. Нам даже попалось исследование, в котором говорилось, что слово таджик в последние десятилетия поменяло смысл. Теперь таджик не национальность. Теперь это социальное явление. Оно появилось в начале 90-х, когда стали приезжать беженцы из Таджикистана. А через несколько лет, когда началась массовая миграция узбеков и кыргызов, их тоже стали называть таджиками. В массовом сознании таджики – это чернорабочие из Средней Азии. И это, конечно, неправильно. Но сегодня мы все расставляем по местам, и речь пойдет именно об этнических таджиках. Понятное дело, что таджикские переселенцы не основывают здесь новые деревни. Они приезжают в уже существующие. Вот Рождествено. Стоит здесь уже пять веков. Из примечательного здесь есть старая церковь, автобусная остановка и чайная. Выглядит это все необитаемым. Из живых людей нам удалось встретить немногих. Например, эти бабушки. Я с самого начала, самая первая, въехала в этот дом. А потом стал стопоз нарушаться. Отопление нам нарушили, воду нарушили. Ну и кто сюда поедет? Свет есть. Вода на колодец ходит. А канализация-то работает? Канализация, можно сказать, и работает, и не работает. Что здесь интересного есть? На базе собаки бегают. Ваня, иди бегай отсюда. Вон туда иди бегай. Взрослые говорят. Работы нету, ничего нету. Что здесь делать? Пилорама одна, все, больше нету ничего. Собхоз развалился, ничего не осталось. Вот хорошо, что хоть в школу с садиком есть. Это радует. Дед хоть в школу ходит. Ух ты. Как думаешь, Денис, кто здесь жил? Мальчик или дедчик? Я думаю, здесь жил мальчик. Потому что тут винское вино, портвейн, водка, водка и жигулевское пиво. Я рэмбор, вестерцой, потом гитарист. Вот кто-то здесь жил в 90-е. Врезал картинки из журналов и коллекционировал пачки из-под сигарет. И вряд ли мог представить себе такое будущее. А что было в 90-е в Таджикистане? Ты мог пойти в школу и увидеть утром трупы валяются у забора. Их кто-то просто ночью расстрелял. Когда распался союз, в Таджикистане началась борьба за власть. Север против юга. Юрчики против вовчиков. Юрчики – это от имени Юрия Андропова, коммунисты с севера. Вовчики – от слова ваххабиты. Это мусульманские фундаменталисты с юга. У каждой стороны своя правда. Но как в любой войне страдали простые мирные люди. Обувь купить – это было нереально, потому что это денег стоило. Денег вообще не было как таковых. И у меня были вот эти вот мои башмачки, которые были у меня во втором классе. А я уже в третий или в четвертый пошел. Они у меня у меня пальцы вот так вот внутри. Я уже не мог их носить. Я нашел какие-то кеды на улице. Там они были дырявые снизу, а так сверху нормальные. Я надевал носок, потом пакет полиэтиленовый, потом еще один носок, чтобы нога насквозь не промокала. И вот эти кеды. И зимой ходил в школу. Гражданская война длилась пять лет. Свыше миллиона людей остались без крова. Это примерно пятая часть населения. Экономика фактически остановилась. Предприятия были разрушены. Продолжаем осматривать окрестности. Это Ведное. Тоже в Тверской области. Когда-то деревня славилась своим шитьем. Ведновской строчкой. Зинаида Александровна. Ну пойдемте домой. Че я? Пошли. Вот, например, все телевизоры, все накрывались вот так. У меня только теперь на этом нету плоский. Вот так телевизор покрывали угол. Это тетя Зина. Потомственная вышивальщица. Тете Зине 85 лет. Хотите представить, как это много? Вот вам один факт. Тетя Зина вышивала подарок для Сталина. К дню рождения Сталина вышивали Кремль. Кремль вышивали большую. Сидели, наверное, человек пять с одной стороны, с другой стороны. Ну вот, все такой вот вышивкой. А куда потом? Ну, подарили Сталину. Так вышивать здесь придумали в 19 веке. А в советское время построили фабрику. Вот мы в ней прямо сейчас и находимся. Че туда? Фабрика-то совсем разорена. Ага. Ура! 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 Продолжение следует... Стоит ли говорить, что промысел умирает? Ты, тютизина, в могилу собралась. Это будет умиральный маяк. Это что, гроб накрывать? Ну, конечно, не гроб, а меня. В гроб, ну да, в гроб. Гроб-то он обшитый будет, да? А это вот 500, чтобы накрыть, когда земле придать петь крышкой. Вот такой вот я придумала сама себе эту. В Ромешковском районе три сотни деревень. И уже треть из них, можно сказать, необитаема. В них либо совсем никого нет, либо только один житель. У нас в каждом доме по одному человеку, по одной бабушке. Все. Это все мы вам рисуем контекст, чтобы вы поняли, что это за местность такая, где наша история разворачивается. Вот посмотрите, как сокращается население района. Ну, ясное дело, что никому тут не хочется жить. Или кому-то все-таки хочется. Хочется настолько, что люди преодолевают 3000 километров, чтобы приехать сюда. Да как они вообще узнали об этой глухомане? Евгения Чернина написала целую диссертацию о том, как мигранты из Таджикистана выбирают, где работать и жить. Первая волна в 90-е, это прежде всего, ну, фактически это беженцы. То есть, ну, это ситуация военных действий, и люди уезжали просто, чтобы сохранить себе жизнь. Начиная с 2000-х годов, это уже экономические причины. То есть, страна экономически была разрушена практически. То есть, это и в советские годы была самая бедная республика. А после войны, ну, катастрофическая просто экономическая ситуация. Черта бедности – это некоторый уровень дохода, который позволяет человеку физически выжить. В Таджикистане он прямо отталкивается от стоимости калорий. То есть, считается, что 2300 калорий необходимо взрослому человеку потребить. Считается, сколько стоит одна калория. И, соответственно, сколько денег нужно, чтобы питаться нормально. Вот эта черта бедности – это некоторый такой минимальный уровень, необходимый для выживания. 20 лет назад порядка 70% населения Таджикистана находились за чертой бедности. То есть, не могли даже прокормиться. Когда мы собрались в поездку в таджикские деревни, мало что знали о них. У нас не было ни одного знакомого и ни одного контакта. Просто вбили название деревни в навигаторе и отправились в путь. Мы рассуждали так. Первым делом, как приедем, найдем сельский магазин. Уж местный-то продавец точно знает все. Рабочий план, да? Ребят, привет! А где магазин здесь есть? А здесь нет магазина. План наш провалился. Придется импровизировать. А вы здесь живете? Да. Или вы из соседней? Я здесь. Понятно. Слушай, а с кем нам можно поговорить с таким, кто знает… Всех местных. Всех местных. Общительный человек. Всех местных. Старостной деревни. Ну вот здесь бабушка живет, она староста здесь. Староста? А как ее зовут? Тетя Галя. Отлично. Тетя Галя звучит как надежный информатор. Ну, они приехали здесь, живут и живут, и живут. Нормально, короче. Ну, я не знаю, это надо у них спросить, как для них. Но приехали. Сначала дед Назар один был, это, старейшина. О, дед Назар, старейшина. Он-то нам и нужен. Он умер прошлым летом, наверное, да, в очемстве. Восемь-чем-то лет ему там. Ну вот, а потом родственники так, и много у нас тут. Домов, наверное, 11 таджики будут. Тетя Галя нам рассказала, что сейчас в Перелогах таджиков живет больше, чем русских. И это ее совсем не смущает. Живем хлеб, жуем, как говорится, да. Кем вы нам посоветуете познакомиться, чтобы… В смысле? С таджиками? Да. Да, с любыми. Вот мама, если хочет с ними. Вот сосед дома, если что, расскажите. Саны сказали, что мама у них по-русски не говорит. И мы просто пошли с ними слоняться. А вы в Викстане были саны? Да. Я в шесть, где-то в семь приехал сюда. Я был там года три назад. Он почти каждый лет ездит туда. На крайний год. Взрослых в будний день в таджикских деревнях немного. Все уезжают в город на работу. Зато детей полно. Нас подхватила волна ребятишек и понесла по деревне знакомить с местными. В Таджикистане детей любят. Не хотим сказать, что в России их не любят, но в Таджикистане любят их рожать. Сейчас страна переживает небывалый демографический бум. С 2000 года население страны выросло в полтора раза. Потому что в самом Таджикистане большой дефицит земли. Там большая перенаселенность сельской местности. Это одна из причин важных такого большого оттока. То есть, в принципе, поначалу крайняя бедность была основной причиной. Но там, в общем, уже много лет быстрыми темпами экономика растет. То есть, в целом, жизнь в Таджикистане сейчас и 20 лет назад – это огромная разница. То есть, уровень-то жизни там вырос. Но там население очень быстро растет. Страна бедная с точки зрения ресурсов. Пригодной земли может быть не так много. И ее не хватает. А как зовут вас? Не. Да. Рахмедин. Как? Рахмедин. А, Рахмедин. Рахмедин, да. Я Денис. С Рахмедином мы познакомились через окно. Кто для него мы? Какие-то неизвестные люди с камерой. Удивительно, что через минуту мы были уже у него в гостях. Да, семья у вас большая. Ну, семья... А сколько? Не так уж большая. Четыре дети. Ну, у нас супруга шесть рядов. Это такая средняя. Небольшая. У него четверо детей, жена, и он перевез еще папу. Да, сказал, что небольшая у него семья. Четыре ребенка, это немного. И забавно, что в городе Тверь, прям в одной из центральных площадей, стоит памятник русской семье. Я думаю, что с ними все хорошо. То есть это прижизненный памятник. Семья года или что-то? Семья года Васильевы, да. Мама, папа, трое детей, и женщина еще беременная. Ну, мама беременна, в смысле, не еще одна женщина. И забавно, что в России есть у тебя четверо детей. Четыре ребенка, это достаточно достижение, достаточное, чтобы тебе поставили памятник прижизненный. А для Рахмедина это небольшая семья. А как так получилось, что вот именно сюда стали стекаться люди? Это все дальние родственники между собой? А вы как сюда приехали? Ну, не со стражей здесь. Ну, живет здесь. Я приехал к ним. И люди, наверное, хорошие, понравились. Вам зеленый чай или черный чай? В этой деревне все приехали вслед за сестрой, братом или соседом. Словом, все друг к другу не чужие люди. А началось все с одного единственного человека. Вот этого. Из Средней Азии, смотри, ни одного не увидишь, что память какие-то фотографии есть. Да. Вот если вообще с точки зрения религии возьмешь, вот тут это запрещено. Категорически запрещено. Изображение. Изображение, камень, все запрещено. Дед Назар – это первый таджик, который приехал в деревню Перелоги. Еще в 2000-м. Он умер в прошлом году. Но нам удалось познакомиться с его потомками. Тракторист, семь сыновей, одна дочка. И он всю жизнь на Калкоде работал, всех воспитал, у всех высшее образование. Все. И потом все переехали сюда, он просто в городе отказался жить. Вот это Джура, внук деда Назара. Джура родился уже в России и всю жизнь провел здесь, в Твери. И в Таджикистане побывал впервые в этом году. И, казалось бы, совсем обрусевший человек. Но пообщавшись чуть больше, мы поняли, что между нами все-таки большая разница. Здравствуйте. Здравствуйте. Я Денис. Да, очень. Приятно. Шел священный месяц Рамадан. И Джура пригласил нас в гости на ифтар. Это такой праздничный ужин. Целый день мусульмане ничего не пьют и не едят. А с заходом солнца устраивают трапезу. Так, женщина, наверное, она пойдет туда. Я пока садитесь. Вы пока садитесь. Вы садитесь пока, что у вас пока я не пройдет. Ну что ж, я пошла на кухню. Здравствуйте. Камера у нас одна. Оставляю ее Денису. Это Денис. Рассказываю, как все было. Зеленый чай. Камера у нас туда поставит этот чайник. Смятый сделает чайник. Признаюсь, чувствовал я себя на ифтаре неловко. Ну представьте, целая комната бородатых мужчин. Все не ели целый день. Тут еще я со своей камерой. Надо было как-то поддержать разговор, поэтому я предложил поговорить о многоженстве. Вы говорите, что у всех по одной жене у вас четыре, да? У меня четыре, да. И я не боюсь. Все, все. На удивление я попал в точку. А вот у этого шеха спросим, у него тоже есть. А он почти догнал меня. Три у него. Меня не футывает. Я с тобой этой игрой не играю. Ну понятно, что тема довольно щепетильная, и разговор постоянно сбивался на шутку. Но ровно до того момента, как заговорил имам, сразу же наступила тишина, тему приобрела серьезность. Есть у людей, есть жена, есть любовница. И соглашайтесь, это везде. Правильно же? Можно его узаконить, да, например. Коран говорит, узаконитесь, заключаете брак, делаете венчание. Но в священном книге говорили в стихе, да, например, Господь Небес говорит, берите две. Две, он не говорит одну. Две берите. Две, три, четыре. Вот дальше он говорит, если у вас не получается справедливость, тогда одна лучше для вас, чем два, три, четыре. Многоженство – тема ужасно интересная. Мы бы хотели посвятить ей отдельную серию. Если вы многоженец или жена многоженца и готовы об этом говорить, пожалуйста, напишите нам в инстаграме. А если вы не то и не другое, но вам интересно посмотреть такой ролик, подпишитесь на наш канал и поставьте колокольчик. В тот вечер мы окунулись в другой мир. Мир, где не знаешь, как себя правильно вести, и нечаянно садишься за один стол с мужчинами. Да и стол – это вообще не стол, это пол. И разговоры там о многоженстве. Здесь все непривычно и непонятно. И, конечно, наводят на вопрос, как такие разные культуры уживаются в одном месте. Вот из-за них у тебя вот эта грязь, говно, блядь, от них. Надо сказать, что какая-то напряженность у деревни все-таки чувствуется. Мы поговорили с коренными жителями. Вы удивитесь, но главное недовольство местных не в том, что таджики сюда приезжают, а в том, что они уезжают. Они прописываются, дома покупают, прописываются и уезжают. Дома просаются, дома разваливаются. Ну, они уезжают быстро, да. Покупают квартиры, умудряются. У них детей много, детских их стал большой. Как вот они покупают квартиры? Мы, блядь, не можем себе позволить купить квартиры. Русские не могут дома, квартиры купить? А русские как-то быстро все у них, получается, покупают. Все, блядь, имеют квартиры. Мы, блядь, нищие, ничего не можем купить. Не ругайся. Да? Блин, Клинтон, мы ничего не можем купить. Лизушка, а так ничего в принципе. Живем, ну, выживаем. Ну, дружно. Дружно, мы не ругаемся. Дружно, не ругаемся. Нет, мы и таджики, нет, нет, они такие нормальные. Ну, они особо ругаться не любят, они. К счастью, открытых конфликтов в деревнях нет. И да, как местные и говорят, это действительно популярная стратегия среди таджиков. Здесь покупают недорогую недвижимость, оформляют прописку, селят семью. И как только зарабатывают на квартиру в городе, уезжают. Поэтому днем здесь мужчин не сыскать. Все уехали зарабатывать на городскую квартиру. А в деревне остаются только женщины и дети. Чисто, тут нет ни одного русского человека, все таджики. А что, вот этот построили и забросили? Да, ну, жили где-то 6 лет. Что-то случилось, они переехали в твердь. Этот дом тоже забросили, тут жили таджики. Да, тут много было людей, но все уехали, но сейчас русские тоже уехали почти. Ну, одни таджики. Крупные города для трудовых мигрантов все-таки привлекательнее деревень. И научные данные это утверждают. Я изучала 2000-е годы, и в течение всех 2000-х концентрация мигрантов в крупных городах, она все росла, росла и росла. То есть, если попробовать это переложить на... сделать какой-то футуристичный прогноз. Пример Тверской области. Скорее всего, туда, в такие регионы России, мигранты приезжать не будут. А будут приезжать туда... Массово нет. Да, будут приезжать туда, где работа есть. Ну, как, например, Москва или Питер, крупные города. Вот вы знаете, если мы будем думать о массовой миграции, то, скорее всего, да, не будут в глубинку Тверскую массово приезжать мигранты. А это дома, родители умерли, вот я тут и торчу. А мне так эта деревня, как бомжиха, на стоп пиздил. Света у нас нет теперь. Гульная Россия, гуляй Европа. А ты будешь со свечками сидеть? У меня самая красивая попа, дура. Смотри, пойдем наебнем? Сейчас мне наебнет, блядь. Опять стопку мне на голову нальет, да? Вот что удивительно. Вот, значит, Тверские деревни. И для одних людей это полная безнадега. Ну, то есть буквально проклятое место, от которого уже не ждут ничего хорошего. Ну, максимум, что администрация колодец починит. Но приезжают люди издалека и смотрят на эти деревни совсем другими глазами. Для них здесь открываются новые перспективы. Тут полно свободной земли. Тут можно строить новую жизнь, воспитывать детей. Да, большинство таджикских семей селятся в деревни временно, чтобы затем уехать в город. Но есть немало и тех, что остаются и все-таки находят работу здесь. И занимаются тем, чем принято заниматься в деревне. Становятся фермерами. Спасибо большое. Мне не знаю, что... Ну, посиди немножко, потом снимай. Хорошо. А что еще? Какое хозяйство здесь у нас? Огород или козы? Козы. Козье молоко. Раньше у него было 70 штук овца. Они продали и начинали корову. Я хочу, чтобы гражданство получить. Посмотрим, получает, не получает. Русский человек, я вообще уважаю. Там тоже душами уважаю. Соседи есть русские. Постоянно со мной ходят, погуляем. Уважаю. Вот такой факт. В деревнях, где мы были, никто из местных коров уже не держит. Все фермерские хозяйства, где есть скотина, принадлежат таджикам. Вот они, смотри какие. Я их люблю, да страшно. Они как увидят меня, так кричат. Баба Зина! Он еще бежит. Ах, видишь, цветы дают мне. Вот так. Тетя Зина в этой деревне сам истарожил. И живет она как раз напротив дома таджикских фермеров. Да, и тучила их. А, серьезно? Женщины, да. Они купили сперва две коровы. Тетя Зина, покажи, как. Вот я им доил. Три дня я доил им. Потом привыкли сами. Ну, хорошие женщины. Хорошие. Я их уважаю. Очень яркие контрасты вы показали между местными жителями, которые в этих загибающихся деревнях остались, и мигрантами, которые приехали. Но вот люди, которые там остались, они не случайно там остались. То есть из всех, кто там жил когда-то, да, кто-то решил уехать, а кто-то решил остаться. Но тот факт, что они там остались, конечно, бывают разные жизненные обстоятельства, но он, скорее всего, говорит не в их пользу. А кто такие мигранты? Тем более те, кто решили переехать, обосноваться, перевести семью. Это, скорее всего, инициативные люди. Это люди, возможно, имевшие изначально, возможно, они там смогли приобрести тоже какой-то ресурс материальный. Не случайный человек из всего населения Таджикистана решил взять и всю свою жизнь перенести в другое место. Исследователи миграции говорят о миграции как о высоко селективном процессе. То есть это не случайные люди. Смотри, это что за флаг? Не Таджикистан? Таджикистан, да? Ого, смотри, смотри, смотри. Прямо... Офигеть. О, лепешки июнь, смотри. Исраилов Музафар, 1926. 107 лепешек. Костюм демисезонной, горка 5. Слушай, это все военные костюмы. Так там, видно же, ткань военная. А это что? О, данный полет, все-таки пассажиры. Москва, Орш, Киргизия. Киргизия? Теплый пренд 2017 и здесь. Теплый пренд 2017, мегафон. И тут тоже самое. И у нас там они еду готовили, кушали. Все условия мы им там сделали. Женщины душевые, туалеты, стереальные наверху. У ребят внизу. И как бы весь процесс шел. Ну, нормально, до поры до времени. Как бы работали. Вы помните это место? Вот здесь в советское время вышивали ведновскую строчку. На конце деревни. Да, большое здание двухэтажное. Это наше было. А там что сейчас? А сейчас ничего, какие-то вот такие узкоглазые купили, года два пошили и опять уехали. На самом-то деле фабрику восстановил Джура, внук деда Назара, первого таджикского переселенца в эти края. Тот самый Джура, который пригласил нас на Ифтар. Там просто вы видели, в каком состоянии. А здание было еще в хуже состоянии, когда я его взял. Я там подписал долгосрочный договор с собственником здания. И мы там все ремонт сделали, газ провели, воду там. Ну, все сделали как положено. Джура отреставрировал фабрику и наладил в ней швейное производство. Не кружевное, конечно, но работа в селе была. А два года назад на предприятие повесили миллионный долг за электроэнергию. Пока доказывали в судах, что долг неправомерный, фабрику растащили. Что теперь? Верховный суд на стороне Джуры. А что осталось от бизнеса, вы сами видите. Но Джура руки не опускает. Наладил производство в Твери. И ведновскую фабрику снова планируют восстанавливать. Нам гостиницу дали. Домашние яйца. 10 штук в наличии. И березовый сок в банке. Ой, немножечко протекает, кажется. Россия страна очень гостеприимная. И при этом одновременно довольно ксенофобная. 70% граждан хотели бы ограничить проживание какой-либо этнической группы в стране. Можно сколько угодно возмущаться тому, что к нам едут мигранты. И делая это видео, мы заранее знаем, что соберем много гневных комментариев о том, что Россия на самом деле для русских. Но вот вы сами видите. Русские куда-то с этой земли делись. Кто-то в нее лег, другим она оказалась не нужна, а природа пустоты не терпит. И в оставленные дома поселились новые люди. Такова реальность. И с ней не поспоришь. Если есть дискриминация мигрантов, то более вероятно им необходима их социальная сеть. Они будут в большей степени внутри своего круга вариться. Они больше будут в поиске работы, в поиске жилья обращаться к помощи соотечественников, если принимающие сообщества по умолчанию к ним хуже относятся. Это от нас зависит, от местного населения. Чем хуже мы относимся к приезжающим мигрантам, тем более высокая вероятность, что они меньше интегрируются. Конечно, ну то есть это движение с двух сторон, безусловно, по-другому не может быть. То есть если мигрант чувствует дискриминацию на себе, то у него меньше мотивации вкладываться в культурный и социальный капитал принимающей страны. И он будет больше общаться и больше обращаться к своим соотечественникам, искать помощь у них. Как вы познакомились? Ну как вы познакомились? Я на машину пришел. Я пришел в магазин. Она идет птичком. Твоя сумка тяжелая. Я машина соловей. Сказал, давайте, садись, пожалуйста. Сел она. Я украли его прямо. Там я в другое месте. Да, и мы как-то сразу вместе. Уже шесть лет будет. Дом зайдите, дом. Чайки поставить. Давай, Иван, угощай их. Изорвется она. Вау! Все, что вы рассказываете, это безумно классный пример успешной ассимиляции. Ну то есть вот любая принимающая страна мечтает, чтобы все мигранты прошли тот путь, который вы описали. Для вот этих семей. Здесь они обосновались, они выучили язык, они ходят в местную школу. Они не создают свою собственную школу. Они зовут местную женщину, следили за своими детьми. То есть они культурно-экономически, они ассимилированы. И это, ну, идеальный случай. В какой-то момент мы вышли, прошли через деревню, вышли на поле к другим ребятишкам. И они там играли в лапту. Привет! В лапту играют, офигенность. А можно я один раз сыграть? Да. Можно? То есть именно до той штуки и обратно, да? Да. Мы сами в детстве в лапту никогда не играли. И вот сейчас готовились, монтировали, прочитали, что еще в 916 году Куприн писал, ах, какая славная русская ныне забытая игра лапта, а вот жаль, что мы ее потеряли. И тут мы видим просто таджикские ребятишки играют клапту в тверской деревне и учат нас. И тут мы видим просто таджикские ребятишки играют клапту в тверской деревне и учат нас.